Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня к нам в студии Московского Педагогического Государственного Университета вновь пришел замечательный российский историк, кандидат исторических наук, доцент нашего университета Кирилл Рудольфович Конюхов. Здравствуйте, Кирилл Рудольфович! В цикле бесед, посвященных великому киевскому князю Владимиру Святому, мы подобрались, может быть, к самому интересному и, я бы сказал, мало изученному сюжету. Это к языческой реформе князя Владимира, а затем и к крещению Руси. Я думаю, что в сегодняшней программе мы, наверное, поговорим все-таки о языческой реформе, о крещении Руси уже оставим на следующую программу. Я просто хочу напомнить нашим уважаемым зрителям, что проблема языческой реформы, она, в общем-то, не такая простая или изучена, как кажется на первый взгляд. Более того, существует даже целая версия, ее бы сказал в свое время знаменитый советский историк, профессор МГУ Олег Михайлович Рапов, что вообще-то никакой языческой реформы не было, что строительство нового языческого капища в Киеве приняли или истолковали неверно как языческую реформу и так далее. Так вот, мы, пожалуй, с этого и начнем. Была ли эта реформа все-таки или это вот неверное толкование летописного источника, которое потом, к сожалению, закрепилось в исторической, научной и учебной литературе? Очень сомнительный и очень спорный вопрос. Дело в том, что, по всей видимости, какие-то реформы Владимир проводил не только в Киеве. Видимо, какое-то капище отстраивалось в Новгороде. Об этом у нас сохранились известия Татищева. Не было достигнуто какого-то единства и в Киеве. Например, капище, отстроенное на холме, во главе которого стоял языческий бог Перун, имело альтернативу. И на Подоле было выстроено другое капище или уже существовало другое капище, на котором был представлен идол Волоса или Велеса, бога торговли. Нет ничего удивительного, что он оказался на торговом месте. Поэтому для Владимира, скажем мы так, обобщающе, чрезвычайно важен был ключевой момент его политики, то есть объединение русских земель и стягивание их под власть сильного авторитетного лидера. Военная реформа прошла успешно. Социальные преобразования осуществлялись, по всей видимости, тоже на волне не просто поддержки населения, а, видимо, даже энтузиазма, судя по тем отзывам, которые мы видим в различных источниках. Понимал ли Владимир, что этого мало? Сложно ответить на этот вопрос. Его сын Ярослав Мудрый понимал. В голову Владимира мы, к сожалению, залезть не можем. Но, видимо, что-то он ощущал. И он понимал, что для единства страны важно было достигнуть единства не только в военной оборонительной политике, там, и социальной политике, но еще и в идеологии. Именно поэтому чуть позже, во второй половине 80-х годов X века, он и обратился к принятию монотеистической религии. А пока что он находился, естественно, в столице языческой страны. Причем, если какие-то предпосылки для принятия монотеизма в городах существовали, то в сельской местности язычество властвовало безраздельно. И наследство, кстати, язычества русского, славянского язычества, оно у нас прослеживается по сей день. Ну, дети, например, очень любят чурики, да, чурния. Своеобразные представления у нас существуют в области похоронной культуры. Ну, например, кормление покойников. Вот сейчас на Пасху, вы можете видеть, на могилах очень часто оставляют яйца, куличи. Конфеты. Конфеты, да. Даже рюмку водки, сигареты. Для Пискаревского кладбища в блокадном Ленинграде очень характерно было оставление хлеба на могилах. Я сам не раз это видел. Это вот как раз продолжение того самого обычая кормления покойников, который существует уже несколько тысяч лет. Это отзвук, отзвук в нашей жизни. И поэтому тема русского и славянского язычества, она действительно для нас интересна, она действительно для нас актуальна. Тем более на той волне подъема интереса к язычеству, которая характерна для нас в последнее время. И поговорить на эту тему будет достаточно интересно. Ну что ж, давайте тогда мы начнем наш разговор. Я просто напомню, что истории славянского и русского язычества, все-таки надо иметь в виду, что Русь, это вероятнее всего, не славяне, а какая-то иная этническая группа. Мы об этом, я надеюсь, тоже поговорим. Это, кстати, видно и по пантеону богов, которым поклонялись русы и которым поклонялись славяне. Посвящено огромное количество работ, причем как довольно таких фальшивых, надуманных, выдуманных, особенно великое их количество, к сожалению, вышло в последнее время, то есть в постсоветский период. Так и довольно серьезных исследований, но здесь достаточно назвать фамилию того же Бориса Александровича Рыбакова, который в последний период своей жизни довольно плотно и активно занимался и язычеством восточных славян, и славянским язычеством вообще в целом. Здесь можно назвать также работы Трубачева. Он, правда, был лингвист, не историк, но тем не менее изучение прародины славян, изучение древних наслоений русского языка, они его неизбежно выводили, в том числе и нас, уже это религиозное, ну и так далее, и так далее. То есть здесь колоссальный спектр, можно взять того же Гомкрелидзе и Иванова, они тоже касались этой темы. Давайте мы тогда начнем этот наш, я надеюсь, интересный и подробный разговор. Само по себе исследование темы о том, как изучалось славянское язычество и как изучались источники, посвященные славянскому язычеству или отражающие языческие представления, это уже само по себе захватывающий роман. Здесь можно вспомнить исследователей XIX века, Александра Николаевича Афанасьева, например, с его поэтическими увоззрениями славян на природу. Можно вспомнить Всеволода Федоровича Миллера, ну и, наконец, Владимира Яковлевича Проппа с его блестящими книгами, посвященными сказкам, ну волшебной сказке прежде всего. Это тема отдельного разговора, это тема отдельной лекции, как боролись эти школы, как они выясняли отношения друг с другом и какие интересные открытия в результате рождались. Я думаю, что мы обязательно сделаем программу, тем более, что мы нашего зрителя уже заинтриговали этим, я надеюсь. Наверное. А вот проблема источников, ее нужно немножечко коснуться здесь. С одной стороны, у нас есть огромный пласт источников, посвященных языческим представлениям, верованиям. А с другой стороны, когда дело доходит до практического исследования, вдруг выясняется, что источниковая база отнюдь не так богата, как мы могли бы рассчитывать. Прежде всего, письменные источники. И здесь нас ждет определенное разочарование. Дело в том, что сами по себе язычники, они письменных источников практически не оставляли. Во-первых, потому что это знание, языческое знание, оно передавалось устной традицией. Поколение по колени. Да, да, да. А во-вторых, потому что волхвы, ну там вот, например, кельтские жрецы, друиды тоже, они не стремились оставить свои заклинания, свои сакральные тексты в письменном виде. Потому что они легко могли попасть в руки людей, не приобщенных к этим таинствам. А это было очень опасно. Церковная литература существует, но эта литература сугубо полемическая. Зачастую там нет рассказов о том, вот против какого бога мы выступаем, или почему мы против него выступаем. Нет подробного описания обрядов. Это просто полемика, что вот так делать не стоит. На такие-то игрища там, например, ходить не стоит. Такие-то требы возлагать не стоит. Жертвоприношения опасны для общества и для человека, который их совершает. Нельзя этого делать. И очень-очень бедные материалы у нас содержатся в летописи, отдельные упоминания. Как правило, про какие-то, это рассказы о каких-то экстремальных случаях, экстремальных отклонениях. Ну, например, жертвоприношение варягов в 983 году в Киеве после похода на Этвягов. Это была, конечно, аномалия, это было абсолютно нетипичное явление для столицы Древней Руси. И вдруг такое случилось. Почему? Как? Ну, вот эта история описывается. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса, то, что эти источники достаточно поздние. Они отражают ситуацию 11-12 веков. То есть тогда, когда Русь уже была крещена. Если мы возьмем иностранные письменные источники, ну, например, знаменитое сочинение Ибн Фадлана, где подробно описываются похороны знатного Руса, это 10 век. Но в любом случае это отнюдь не более ранняя традиция. Археология дает нам обильный материал, гораздо более обильный, чем письменные источники. Но этот материал уходит своими корнями в конец первого тысячелетия до нашей эры. Тогда мы можем с уверенностью говорить, что вот это вот уже славянский материал, которыми мы располагаем. Другая сложность. Сложность интерпретации. Если мы находим, например, захоронение на капище, что это такое? Это просто захоронение человека, который умер естественной или не совсем естественной смертью. Тоже сложный дискуссионный вопрос. Или это жертвоприношение? Ну да, да. Как это интерпретировать? Зачастую, тем более, там полных костяков нет. Когда мы находим, например, языческий амулет с христианской символикой. Например, знаменитый змеевик Владимир Ромономах. Змеевик — это языческий амулет. И вдруг он украшен крестом. Как это можно трактовать? О чем это говорит? О каких воззрениях это говорит? Отвечать на эти вопросы сложно. И, наконец, колоссальное количество материала, просто огромное, безбрежное, абсолютно еще пока что не изученное, даже еще не собранное до конца. Это фольклор. Здесь тоже мы видим совершенно разные по назначению и по типологии источники. Я прошу прощения, наш коллега, профессор Пыжиков, он как раз сейчас вплотную занимается вот этой проблемой. И вот мы ждем, так сказать, с минуты на минуту выхода его этой работы. Но, предваряя вот эту свою работу, он выпустил знаменитое сочинение Владимира Васильевича Стасова «Происхождение древнерусских былин». И этой книги, которую Стасов мечтал издать отдельно, но так и не успел, он предварил довольно большую статью на 80 страниц, которая является одной из глав его будущей книги. Так что вот все-таки немножко вот эта проблема изучения древнерусского, древнеславянского фольклора, она начинает находить своих исследователей. Но я прошу прощения, что перебил, но это важное прощение. Работа Стасова действительно не переиздавалась с 19 века, и ее академическое издание с комментариями было бы сейчас очень интересно. Студенты с большим трудом, кстати, находят, когда я им даю эту работу. Благо, есть в интернете. Так вот, возвращаясь к этим сюжетам. Значит, сказки, и особенно волшебные сказки, они отражают самые глубочайшие пласты языческого мировоззрения. Владимир Яковлевич Проб относил их происхождение буквально там, к временам позднего палеолита. Но о том, что сказки бытуют в мезолитическую эпоху, мы, в общем-то, знаем с достаточно большой долей уверенности, изучая мифологические представления племен Амазонии, например. Там, где еще находятся в мезолитическом состоянии. То есть, это древнейший, это найдревнейший пласт, когда еще не существовало ни славян, ни германцев. А языческие представления были, они были развиты, и благодаря волшебной сказке они до нас как-то доходят. Былины отражают другой пласт. И, по всей видимости, как мы в прошлый раз уже обсуждали слегка, касались этой темы в разговоре про Илью Муромца. Они восходят к сюжетам великого переселения народов. То есть, это II-V века н.э. И отражают они уже до некоторой степени дружинную психологию и дружинные, в частности, языческие обычаи. А вот, например, «Былички» — это народные мифы о встречах человека с нечистой силой. Это современные произведения. То есть, это, пожалуй, самое позднее или близкое к нам произведение? Близкое к нам, да, произведение. Народная мифологическая проза, она отмирает буквально у нас на глазах. Там всегда имеется ссылка на свидетеля, который вот или участвовал, непосредственно слышал об этой встрече. Поэтому они относятся вот ко времени собрания. Буквально это XIX, это XX века. Есть известие о том, что встречи подобные происходили, например, уже после войны. Такие были сюжеты. Это современный слой. Вот как отделить древнейшие представления, которые содержатся, например, в сказках, от представлений поздних? То есть, всех вот этих наслоений. Каждый сказитель мог вносить нечто свое в сказку. Например, в сказке об Алёше Поповиче, записанной в 1926 году, мы встречаем достаточно любопытные вещи. Алёша Попович, он совершает естественный путь героя в сказке, в путешествии, он некоторое время обретается на вокзале, заходит в помещение, включает свет. В охотничьей избушке, там на курьих ножках условно, там не было курьих ножек, но тем не менее, он находит на столе папиросы. Ну понятно, понятно. Не понравилось ему. То есть, герои из сказок зачастую стреляют из револьверов, плавают на пароходах. Это современные бытовые детали. Где древняя деталь? Что и лежит в основе сказки? Ответ сложен. Я могу предложить некую свою догадку, что в основе сказки лежит древнейший ритуал. Например, сюжет «Верный слуга», сказка сводится к тому, что у героя есть волшебный помощник, который спасает его от ряда бедствий, как правило, со смертельным исходом, но при этом нарушает заклятие. И в результате в конце каменеет. Вот его надо оживить. Герой жаждет этого. И это для него действительно реально может казаться важным. Но ресурсов к этому не имеет. И во сне к нему приходит мысль, или является вот этот герой, что для того, чтобы оживить его, его надо омыть детской кровью. И дальше мы встречаем варианты. А вот вариантов здесь мы видим уже много. Как правило, первый и наиболее древний вариант, вот древний с моей точки зрения, еще раз, это догадка. Когда ребенка просто режут, и его кровью омывают статую, помощника живают. Ну, нехорошо. Вот с христианской точки зрения, убивать ребенка, чтобы оживить свою верную слугу, нехорошо. Поэтому появляются иные интерпретации того же сюжета. Например, герой зарезал ребенка, омыл своего помощника кровью, заходит в комнату, а ребенок живой и здоровый. Нелогично, нехорошо. Появляется еще один вариант, что оживили с помощью живой и мертвой воды. Тоже как-то не очень хорошо помещается в христианскую логику рассказа. И тогда, вот я видел один из сюжетов, очень изобретательно составленный. Вот этого окаменевшего слугу поместили в церковь, в храм поставили. Герой говорит своему сыну, ты вот подойди, поцелуй человека, который нас всех спас, тебя бы не было, если бы не этот человек. Мальчик побежал целовать верного слугу, споткнулся, сорвал ноготь и кровь омыло вот этого вот окаменевшего помощника. И он ожил. Все хорошо, и ребенок жив, и никого не резали, травма несущественная, и помощник живой. И все происходит, кстати, под сводами храма. Естественно. То есть язычество вписывается, условно говоря, в христианскую уже традицию, да? Вот это такая христианская интерпретация языческого произведения, очень мрачного языческого сюжета, сопряженного с детскими жертвоприношениями. Кстати, я прошу прощения, а раз это так, значит, мы можем делать вывод, что эти детские жертвоприношения были, вероятнее всего. Были. Но это очень глубокая, очень древняя традиция, и вот в данном случае она связана с какой-то практикой лечений, по всей видимости. То же самое. Слабо исследовано, догадки, увы, не более того. Здесь еще исследовать и исследовать, писать и писать. Итак, язычество мы представляем себе, как правило, как многобожие, да, политеизм. Почему политеизм? Да просто потому, что в древности человек был вовлечен в сложнейшие взаимоотношения с природой, и ему приходилось так или иначе адаптироваться, объяснять, толковать те природные явления, которые его окружали, и которые с неизбежностью влияли на его жизнь. Причем самым прямым образом. Не понял, какое у тебя будет лето, остался голодным. Если лето дождливое, сажать нужно на вершине холма. А если лето сухое, сажать нужно в низине у реки. Здесь все просто. Так кто же управляет вот этими силами природы? Кто управляет дождем, грозой, разливами рек, какими-то особенностями, явлениями в лесу, ветром, солнцем? Кто? Естественно, мы здесь начинаем говорить об одушевлении сил природы, об анимизме. И, следовательно, сущность язычества, она как раз и состоит в поклонении этим силам природы. У каждого народа своя иерархия здесь. У нас на вершине пантеона, по всей видимости, стоят солнечные боги, боги небесных вод, вот как раз тесно связанные с Перуном, почему его, собственно говоря, и удалось пристроить в отечественный пантеон. А вот, например, в языческой традиции татар гроза являлась самым страшным врагом, самым страшным вражеским богом. Почему? Потому что во время грозы молния бьет в самый высокий предмет. Степь плоская, как стол. И самый высокий предмет на степи... Псадник. Псадник. Надо было падать на землю, лежать пластом и молить небесных богов о снисхождении. Так можно было спастись. Действительно, помогало. В тех же сказках, например, мы увидим и отражение социальной структуры. Например, в сказках «Тысяча и одной ночи» мы практически нигде не найдем земледельцев. А у нас крестьянин — главный герой сказок. То же самое. Это все тесно очень связано с занятиями и с теми природными формами, в которых человек обитает. В зависимости от важности богов происходит разделение на высших и низших. Высшие боги — это всеобщие боги. Они управляют важными глобальными явлениями. Это боги солнца, это боги дождя, ветра. Подобные божества, которые регулируют глобальные процессы. А здесь низшие, локальные боги. Бог был у каждой реки, у каждого леса, у озера. Это то, что мы называем лешими, водяными, полевиками. И даже у каждого дома, по идее, должен был быть свой дух. Это домовой. Или там, если уж совсем не повезло, то это будет кикимора. Злое существо. Соответственно, мы отмечаем то же самое, различия в этих богах. Например, если вы почитаете сказки «Братьев Гримм», то вы там обнаружите очень большое количество горных богов, которые обитали в пещерах, которые обитали в глубоких каких-то долинах, добраться до которых было не так-то легко. А у нас горных богов практически нет. Они встречаются очень-очень редко. Это действительно боги, которые живут в другом потустороннем мире, отделенным как раз от нас вот этим вот склоном, горой. Периодизация. Вы знаете, забавная сторона этого вопроса состоит в том, что периодизация древнего славянского язычества сама по себе является, извините за каламбур, древнейшей. Она содержится в очень интересном произведении. «Слове о том, как языческие народы поклонялись идолам и приносили им жертвы» XII века. Вот Борис Александрович Рыбаков за основу периодизации своей берет именно это древнейшее произведение. А оно сохранилось в более позднем списке, да? Более позднем списке. Это какой век? XIV-XV? XIV-XV века. Но восходит он к XII веку самого произведения. И большинство исследователей, в общем-то, поддержало Рыбакова. Наиболее древний этап, древнее поклонение упырям и берегиням – это вот самый примитивный анимизм. Там даже не персонифицированный, даже не антропоморфный. Второй этап – это поклонение роду и рожаницам. Наконец, третий этап – это Перун и славянский пантеон. И четвертый – это уже двоеверие, это уже когда была принята христианская вера. И языческие боги существовали как бы параллельно христианским богам, ну, Иисусу Христу и святым. А хронологические рамки он точно не устанавливает, условно говоря? Нет. Хронологические рамки он, конечно, не устанавливает и установить не может. Ему важна последовательность. Ему важно, как эволюционировало. С хронологическими рамками возникает колоссальное количество сложностей. Ну, естественно. Потому что, по всей видимости, поклонение зачастую шло параллельно. Поклонение роду вообще было достаточно экзотической темой. Оно далеко не везде и не всегда было. Славянский пантеон, когда он сформировался, тоже не вполне ясно. Некоторые боги, а мы вообще не знаем, существовали ли эти боги. Например, такое существо, как лель. Существует песня, и не одна песня, с припевом «О леля, 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 лель». Это что? Это припев или это обращение к богу? Это искусственная конструкция лингвистов 19 века, которые хотели увеличить пантеон славянских божеств? Мы не знаем. Это тот самый леля, о котором потом написал свою знаменитую сказку «Снегурочка» Александр Николаевич Островский, и который хорошо был известен, по крайней мере, советским детям еще с детского сада и первых школьных годов. Он фигурирует, и еще как, и в литературе, и в искусстве, есть картины ему посвященные. А это продукт воображения сказочников и лингвистов 19 века или нет? То же самое «Ерила», «Купала». Вот Клейн обратил внимание на этот вопрос. Это же табуированные имена. «Ерила кого?» «Купала кого?» То же самое сложный вопрос. И вот взаимоотношения богов, что самое интересное, они выстраиваются точно так же в логике главного хозяйственного организма восточной славянской, то есть соседской или территориальной общины славянской. Нас удивляет обилие этих богов. Ну, например, солнечных богов три. Хорос, Дождь бог и Ерила. Если внимательно присмотреться, то что мы обнаружим? Ну, оказывается, эти боги относятся к разным племенам. Хорос – иранский бог. Дождь бог. У него тоже существует иранская формата бог, древняя очень формата, но, по всей видимости, он восходит к индоевропейскому прошлому, то есть еще к более глубоким временам. А Ерила – это уже чисто славянское образование. Вот тоже нам не совсем понятно. Аналогично. Перун – глава древнерусского пантеона. Перкунас – балтский бог. У германцев он тоже нашел свой отзвук. Четверг – это Перун-Дан. У него был этот день. И если взять более восточные районы, в Белоруссии мы знаем очень распространенное, существовавшее вплоть до 20 века, ругательство «не черт тебя побери, а Перкун тебя побери». То есть Перкун как раз очень неплохо локализуется в районах, связанных с той самой Прибалтийской Русью, о которой разговор уже шел в некоторых передачах, и которая является тоже одной из самых больших загадок в отечественной истории. Я помню, что тот же Аполлон Григорьевич Кузьмин, он высказал довольно интересную версию, что Перун и попытка вообще навязать его восточным славянам в качестве главного или старшего бога, она как раз была отвергнута именно потому, что все-таки он был скорее всего божеством варягов или русов, которые заняли Киевский престол, а не славян как таковых. Хотя вполне возможно, что возникновение культа Перуна, оно восходило еще ко временам единой индоевропейской общности, когда не было вот этого, условно говоря, деления на Балтов, германцев, славян и так далее, и так далее. Возможно, отдельное исследование необходимо, потому что здесь очень широкий спектр мнений. Например, Клейн считает Перуна славянским богом. Аналогично Макош Мокош, да, есть финский бог Мокоша. Как такое получалось? Семаргл, Хорос иранский, Макш Мокш финская, Перун балдский. Кстати, Сварук, один из древнейших богов огня, действительно восходит к индоевропейской древнейшей традиции. Даже, кстати, и волосы велес, скорее всего, восходят. А все очень просто. Связано это с особенностями территориальной общины. Территориальная община, это земледельческая община, и заточена она на освоение земель на лесных террасах. Для этого приходится корчевать лес. Для этого каждая пара человеческих рук абсолютно необходима и абсолютно важна. Поэтому здесь не существовало деления по этническому признаку. «Можешь работать, можешь тягать лес, мы тебя ждем, приходи. Ты входишь в коллектив». Но он же не просто так приходит. Он же бога своего несет. Ему никогда не скажут. «Ты своего бога выкинь». «И живи по нашим правилам». «Да, и давай лес валить здесь». «Нет, поставьте бога туда, мы ему тоже будем поклоняться». «Ну, пошли работать». А дальше все зависит от человека. Если, например, это искусственный кузнец, и его нож работает в 3-4 раза дольше, чем те наши, которые у них были, его, естественно, спрашивают, «Как у тебя получилось? Откуда у тебя такое чудесное изделие?» Он говорит, «Ну вот, бог помог». А что он другого скажет? Он не будет выдавать секреты своего мастерства. Аналогичным образом будут говорить и его ученики. И авторитет этого бога начинает стремительно расти. И вот, пожалуйста, через некоторое время это уже племенной бог. И ему уже поклоняются в племени наравне с теми, которые у них были. Поэтому язычество удивительным образом способствовало накоплению знаний человека о природе. Поклоняясь богам, они не просто, так сказать, били лбому о какой-то там камень или местную почву. Они еще и изучали их. Они изучали связь природных явлений. Чтобы наступление одних явлений говорило о наступлении других. Один дух приходит, следовательно, придет и другой. И это позволяло жрецам делать весьма точные природные предсказания. Отсюда и возникает своего рода календарь. Отсюда возникают своего рода праздники, которые, языческие праздники, которые и регулировали жизнь общества. Отталкиваясь от поклонения тем или иным духам, они знали в следующий момент, что у них произойдет. Когда надо пахать, когда надо сеять, когда нужно убирать ульи. И существуют локальные праздники, что на такой-то день, в такой-то праздник нужно убирать ульи. Для Саратова, для Пенза, а для Костромы другое будет. Поэтому язычество в социальном смысле – это хозяйственная память общества, выработанная и закрепленная тысячелетней практикой. Отсюда же и многие обычаи, которые славяне практиковали. Ну, например, еще Прокопий Кесарийский удивлялся тому, что славяне совершенно не знают судьбы. Судьбы в смысле фатум. Для них судьба переменчива, судьба для них фортуна. Вот Аполлон Григорьевич нам рассказывал очень показательный анекдот по этому поводу. Анекдот этот находится в списке габровских анекдотов, хотя к Габрову никакого отношения не имеет. Болгарский анекдот. Два моряка попадают в бурю. Один начинает молиться. «О, Господи, если ты спасешь нас, я поставлю тебе свечу высотой с мачту». Дурак, у тебя денег таких нет. «Омолчи, авось обманем». «Авось обманем, авось проведем, как-нибудь сторгуемся». Вот знаменитый русский авось происходит отсюда. «Авось школа на следующий день сгорит, не буду готовить уроки». Вот типа этого. То есть ничего не предопределено, то есть фатума нету. Да, все можно изменить. В слове о полку Игоря фатум есть. Игорь смотрит на небо и говорит «или потяту быти убитому, или полонену быти». Поход закончится плохо. А летописец, комментируя тот же эпизод, добавляет «знамения на разные бывают на добро и на зло». То есть снимает такое фатальное предопределение. А былины, родившиеся внутри дружины, они фатум знают. Поэтому здесь мы можем говорить о том, что русское язычество и славянское язычество, по всей видимости, различались. Аналогичную картину мы видим и в другом, очень таком животрепещущем вопросе. Это вопрос о человеческих жертвоприношениях. Они совершались, по всей видимости, прямых указаний нет перед идолом Перуна, то есть русским идолом. Не славянским. Привнесенным в Киев, да. По всей видимости, где-то с Балтийского побережья. Человеческие жертвоприношения приносил Святослав в Доростоле. Ах, вот так даже. Сообщение Льва Дьякона. А в славянских общинах человеческие жертвоприношения почти не фиксируются. Из более чем 70 известных нам капищ мы находим следы человеческих жертвоприношений буквально на трех, может быть, четырех. Там четвертый костяк двояко атрибутируется. Там сложно сказать, к чему он относится. Это исследования Русанова и Тимощука. Они провели эти исследования. Все, кстати, капища эти находятся в западной части страны, на западной Украине. На востоке никаких подобных указаний нет. Вот сейчас мы занимаемся исследованиями. У меня магистрант сейчас смотрит материалы по северу-западу. Потому что по логике они там должны быть. Но мы их не находим. Тем не менее. Прямых у нас нет указаний. Почему? Потому что славянская община, когда кого-то надо приносить в жертву, бросает жребий. А жребий, извините, может упасть и на тебя тоже. Еще одна любопытная особенность, которую мы отмечаем, и которая отличает, между прочим, отечественное славянское язычество от, например, скандинавского, это жрецы, кулдуны, волхвы. Они в своем большинстве у нас именно мужского пола. В Скандинавии преобладают ведьмы. Трудно объяснить. Непонятно, почему так произошло. Но факт остается фактом. В Европе более распространена ведьма. У нас более распространен колдун. Упоминания о ведьмах у нас действительно реально встречаются. Где-то с 13 века мы вроде как знаем уже, что и женский пол увлекся этим занятием. Действительно были казни в 13 веке. Видите, вот с этого момента мы можем говорить, что их достаточно тоже много. Но колдуны явно преобладают. Ну и, наконец, еще одно следствие того же самого территориального устройства славянских общин. Это достаточно высокая степень терпимости. У нас столкновения на религиозной почве и убийства проповедников происходили очень редко. Вот Леонтий, епископ ростовский, погиб в результате какого-то такого столкновения. Крупный погром был вот в Новгороде, когда пытались крестить. Но это уже давление христианства. Войн на религиозной почве между языческими не было. Известен случай, когда на южном берегу Балтики, в городе Волен, где отношения были к христианам куда как круче, куда как нетерпимее, епископ Бернард приехал и начал проповедовать. Вот в Волене как раз. Это один из главных городов. Его считали сумасшедшим. И когда он надоел, предложили его просто выставить из города. Ничего особенного с ним делать никто не предполагал. Он отчасти подтвердил свою психическую неадекватность, потому что когда его попросили удалиться вежливо, он схватил топор и начал рубить идола, который стоял на главной площади. Ну, здесь ему, конечно, наваляли. Но, тем не менее, выдворили все-таки живым. Да, все-таки он удалился живым. Итак, если мы подводим краткий итог, то мы можем сказать, что славянское язычество было крайне неоднородным. И неоднородным в частности и в этническом плане. Оно включило в себя колоссальное количество языческих верований древнейших индоевропейских. Ну, это как бы особого сомнения не завязывает. А вот доиндоевропейских мы почти не видим, кроме как очень-очень туманные следы в сказках. Встречаем иранские, встречаем балтские, встречаем финские корни. Ну, и, собственно говоря, славянское начало. Все это определенным образом мы не совсем понимаем как, но территориальная община объединяла в себе. У нас же сегодня, когда мы говорим о неоязычестве, идет очень сильный крен в пользу именно древнейших, зачастую доиндоевропейских языческих воззрений. Но об этом мы еще поговорим в дальнейшем, когда у нас речь пойдет, например, о двоеверии. Вы знаете, я хочу поблагодарить вас за очень содержательный, очень интересный рассказ, который заставляет не просто получать информацию и переваривать ее, а прежде всего заставляет мыслить и заставляет обратиться к самим научным исследованиям, чтобы там попытаться отыскать истину. Поэтому я искренне вас благодарю за нашу сегодняшнюю встречу. Надеюсь, что мы с вами обязательно продолжим этот разговор. Он действительно чрезвычайно интересен. Людям надо все-таки научно, но в то же время доступно говорить о сложных вещах. И у вас это прекрасно получается. Ну а с вами, дорогие друзья, я в очередной раз расхланиваюсь. Всего вам доброго, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok